Дочь на кисточке отвечает пинками. А, да? Да. Ну вот, это уже пошел процесс. Пинками, толчками, главное неравнодушно, воспринимает искусство дочка Анастасии Прохоровой. Крошка находится еще в животе, но на прикосновение кисти отзывается. Ее мама сегодня на сеансе боди-арта. И первый опыт общения с великими живописцами малышка получит от картины Ван Гога «Звездная ночь». Совместно как-то пришли к этому решению. Решили немножечко отойти от детской тематики совсем, а наоборот воплотить что-то интересное, творческое и более глубокое по смыслу. Живот как холст, только лучше, рассказывает художник Руслан. На нем эффекта 3D проще достичь за счет уже имеющегося объема. Для создания шедевра мастер использует специальные краски – аквагрим. Они на водной основе, не вызывают аллергии и быстро смываются. На самом деле это все не такое стойкое. Можно, конечно, зафиксировать, там есть способы, типа, там, побрызгать лаком для волос, например, он тоже какое-то время будет держать. Но это просто для того, чтобы добраться до дома, допустим, показать своему любимому или, там, другим родственникам. Типа, вот смотрите, какая у меня красота, и все, и, собственно, можно уже смывать. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Пес вот этого. О, красота. Картина в 3D. Удивление родных и красивые и необычные фото – не единственная причина создавать боди-арт будущим мамам. Считается, что благодаря таким сеансам ребенок становится более творческим. Так, например, у самого Руслана младшая дочь в год встала за мольберт. Во время беременности своей жены художник тоже разрисовывал ей живот. В какой-то мере тот факт, что она всю беременность ходила и занималась тоже в моей студии, я думаю, это тоже сказалось на то, что… То есть помимо боди-арта, я думаю, это тоже был какой-то… У меня дочка тоже любит боди-арт делать, несмотря на то, что ей там всего 6 лет. Вот, она уже так довольно качественно делает, причем и себе делает, и друзьям. Рисунок на животике будущей мамы занимает около часа. Это процесс трогательный и нежный. Ребенок впервые, еще неосознанно прикасается к прекрасному. Мама его реакцию чувствует, и между ними устанавливается особая связь. Это моя первая беременность, и интересно экспериментировать, что-то пробовать. И хочется, чтобы каждый день был праздник, и никакие там затекания рук, отеки и так далее не мешали такому чудесному периоду. Вот один из способов себя развлечься – пойти и превратить свой живот в настоящую картину, произведение искусства. Боди-арт для беременных уже получил новое забавное название – Пузи-арт. И это отличная возможность не только пообщаться с малышом, но и весело провести свой досуг. Алла Варикова, Анастасия Кныш, Георгий Красанков, ОТВ. Анастасия Кныш, Георгий Красанков, ОТВ.